Нехардкор, Гамлетс, Медея, Макбет, Одиссея. Все это я буду сейчас читать. Как и на икона, смотри. Как и на икона. 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 Мелькает за окном, сияет светляком А я уже не понимаю, что толку в том, с чем я знаком В гортани застревает фраза Все бесполезно, нет ночей, нет дней и вечеров Нет поезда лесов, полей Нет утра на твоих прекрасных с привычной поволокой глаз Нет ничего, и все напрасно И я пишу последний раз тебе Я все прощаю, прости и ты Но все нельзя простить, ведь все И поезд, и луна, и проводница с чаем Всего лишь порванная нить, что нас держала друг за друга И натянувшись, лопнула в тиши И нет тебя, меня Лишь поезд едет до Калуги Но сердце говорит, кричит Пиши На верхней полке новобранец Спокойно спит Он тоже есть? Или это бес, что научил меня когда-то Чирикать и читать по кабакам По скверне, по черновикам Текут мои проклятые чернила Что жизнь бумага для чернил Вчера во сне ты слезы лила И я, проснувшись, слезы лил Что жизнь бумага для чернил Пойми, не будет расставаний Не будет встречи обещаний Не будет тех мучений тайных И явных Ревности огня Нет больше Ни тебя И ни меня Солдат уснили сарафаны Себя он видел генералом В руке Макаров В голове приказ И кто ему во сне указ Он делал, что хотел Ведь время исчезало Он убивал, стрелял, куда попало А после спрашивал устало Ну, скольких я убил А время Время исчезало Как нет его внутри могил Но засыпая он запомнил На верхний пол ты кто-то был Пойми же Я тебя любил И ты любила Ну что тебе слова поэта Пустая прихоть, мания Привычка, которую не стоит Принимать всерьез Я вам пишу И что? Кавычки История не терпит слез И кем мы были Пусть покажет время Что исчезает в той реке Я еду в город Где я буду на коленях Читать стихи В провинциальном кабаке Как ангелы над нами плакали и плачут Как любовались нами облака Но все прошло, как все проходит Это значит, что жизнь не тяжела и нелегка Она всего лишь цепь условных действий Как тень упала на листок строка И мы здесь вовсе ни при чем Хотя и прожили бог знает сколько вместе Но время обернулось палачом Не так ли? Образуя воздух Молекулы толкаясь торопят Краснеют на пурпурных розах На пятитысячных рублях На крови пролито и не мною Ведь времени, как не было, так нет Заря пурпурный сгусток крови Пятиэтажка и поэт О, муза! Будь со мною рядом В тот миг, когда не хватит больше слов Когда покажутся обманом И жизнь, и слезы, и любовь Под веками дрожат глаза Солдату продолжает снится тот сон И сарафан сменили джинсы И голые девчонки были И были отвратительные крысы Природа, что причудливо Невосполнима Здесь точка Поэтический расчет Я молча пялился в окошко Зарю сменил сырой туман В стакане дребезжала ложка И поезд ехал в океан Где прячутся левиафаны Гиппопотамы и киты Где корабли считают страны Точно счеты А страны вычисляют дни До следующего приступа прихода Эпохи дня, минуты сна Не забывай про обещания Когда останешься одна О, это письместольное молчание В котором распорядок Распорядок есть в отсутствии Которого не существует Без присутствия того Что есть на самом деле Я чернее черного И только белизна Бумажного листа И жизнь, что на кону стоит И город, что в ночи пропал И нет ни правды, ни обид Лишь поединок Чистовика с безумием Финал Я ничего не написал за два месяца И солнце во дворе Все деревья изранило И золотая в небо лестница Кажется, уже навсегда оставлена И подлое время кричит в капкане Своё безразличие опрокидывая И всё, что запишется в этой тетради Исчезнет, как страница Варваром выдранная И значит, герой мой В объятиях ночи Столетия мерия авторучкой Окажется в пустоте неточной От литературы навеки отлученной Что ж, это реакция очевидности Известный ответ для взорвавшейся челяди Вчера на коленях просившей о милости У неба себя забирающей вечности Я думал когда-то Стихи Динамит Разрыв бытия Невозможность пространства Но видите, как за Медеей бежит Кривой страшный миф И всё это прекрасно Пусть было, как будет В разрыве огня Вселенной распахнутой над домами Где не было и не будет меня В проклятом огне Грядущего мая Так ночь Обесценивая маршруты Не ищет союзников Смотрит в упор И мимо опять утекают минуты Не складывая стихотворный узор Вот так бытие Оставляет в покое Тюремщика Узника Даже судью И нет ничего От свободы и воли Оставьте хотя бы надежду мою Что вам до него Оставьте в покое По этого слова Что вам до него Ваша участь Лабас Но вновь Прометей В своей цепи Закован И снова стучит За указом указ За пропастью пропасть Шагает умело И жизнь Остаётся Навеки и за Народом Судьбой Пустотой Беспределом Что смотрят В мои глаза Когда ты выйдешь из клуба И поедешь домой в метро Избегай мусоров И будь осторожна У входа в подъезд Ничего больше не бойся Бояться на деле нечего Мы уже всё потеряли Нам осталась какая-то дружба Что не делает чести мужчине А женщину в сущности Оскорбляет Здесь уже ничего не играет То есть музыки нет В помине И слова От стенки к стенке Летают Будто бы их приговорили Быть произнесёнными Испачканными Вчера на концерте Опять была драка У меня болят все пальцы И голос дрожит от страха Что забыто Все то, что было Комета Глаза признания Любовь Голоса чернила Время и расстояние Слова нарушили молчание И выполняя обещания Я начинаю говорить И ночь шевелится И время В происходящее не верю Но перед вами На бумаге История моя кричит Пожаром Бурей Пьяным штормом Уже ли это всё слова? Но за задёрнутую шторой Царапает стекло листва Я дверь ещё не открываю Ещё не найдены ключи Недолго постояв у края Навечно замолчишь Мы с ней узнаем и про это Её не отражают зеркала Её преследуют поэты И вот она В пяти шагах За этой дверью В театре Интернете И стихах В происходящее не верю Теперь Мы связаны одной Судьбой Любовью Страшной маской Над нами месяц голубой И он по-прежнему прекрасный Я буду слушать каждый вздох Из губ твоих И чтоб ты не сказала Я передам Всё, что смогу Что мне судьба наобещала Гореть с тобой в одном аду Во всём всегда быть виноватым И через это я пройду Сужденье чернебесноватой Аплодисментов Шум пустой Над нами месяц голубой И это Как приказ о наступлении Как объявление войны Мы Совершили Преступление И требуем Не тишины Проклятия Но слово сказано Записано Осуждено И перед нами То прекрасное Которое На всех Одно Макбет Остановись минута Ты ужасна И если что-нибудь Кому-нибудь неясно То вот вам мой ответ Разгаданный секрет Забудется Останется лишь Недосказанность Без уничтоженного Бурей знака Меня читают По губам Корнеева и Пастернака Злодейство И кинжал Побольше трупов Читатель должен быть доволен Но тайна Тайной Остаётся Смотри Чернила Вместе с кровью Размазанный По переводу Пастернака И музыка Верёвка Вьётся Смотри Дунсиниан Под властью Англичан Теперь навеки А Шотландия Моя Под гнусной Властью Короля Проклятое Кошмарное Ведение Но властная Судьба Меня ведёт Туда Где завершается Строка И где меня Хватает За колени Дункана Мёртвая Рука Когда я схватил авторучку Залязгали поезда Когда я схватил авторучку То в центре у всех новостроек Зажёгся неясный огонь И рухнуло всё остальное В прожорливой пасте пожара Пропавшая жизнь полыхала Из этого жаревого дыма Что выглядел так красиво Как солнце багровый закат Прямая дорога в ад Дорога как порошок Что сыпется около ног Я был там Я видел так много Что понял Пора назад Но только бумага Бледнеть перестала На ней оказался расклад В котором разборки и драки Простые слова и шприцы Грязные деньги Дешёвые бляди Статья 228 И вводу концы Макбек Жар пламени Кишки наружу Весь двор завален трупами Прозрачная звезда Блестит на замком Всё вижу ясно Чёрный, красный И черви жирные В глазах у мертвецов Макдув позвал британцев Предал всех Свою страну Меня Кого ещё? Убийца Грязный моралист Какая добродетель? Кровь везде Но я не отступлю Пусть победитель Пишет пьесу Я Землю Грызть не стану Перед Малькольмом Или Макдувом Пусть и не женщиной Рождён А чьим-то Добрым духом Я вижу ясно Ночь пройдёт И звёзды И звёзды Упадут в пространство Мне Тошно отморали Вашей Так же Как вам От моей жизни Страшно Вон труп Что скорчившись Валяется В углу Глаза на выкат В луже крови Мерзкое зрелище Но ведь он Герой Не так ли? Всё смердит В объятьях Смерти Исключений Нет И вот Что скажет Вам Макбет Здесь Каждый Мнит себя Порядочным А толку Воняют Трупы Одинаково Ну Двадцать Тридцать Кому Осталось Сорок Но всё равно Смердеть В гробу С позором Без позора Богатым Бедным Добрым Злым А труп Застыл В глазах Окоченевших Пустота И безразличие Ему Не важно Что Победила Доброта В той Пьесе Издевайся Жи Поэт Мой меч В руке Я Слышу Песню Я Танков Дорфский Я Макбет Немного Из будущего Которого нет Надо мною Три метра Из земли Хоть я здесь Но меня Больше нет И теперь Из моей Судьбы Вы штампуете Трафарет А барыги Делают Деньги Из моих Ненормальных Слов И Красивой Сопливой Немфетке Очень Нравится Стих Про любовь И она Задыхаясь Читает Мою Бедную Белую Книжку Ну а я Бездны Меня Краю За которым Далекая Даль Надо мною Три метра Земли Небеса Голубой Диадемия Я собой Представляю Нули Километры Стихи Недели Но из прожитых Дней Не жаль Ни минуты Ни даже Строчки И на месте Слово Печаль Я поставлю Три черные Точки Спасибо Медея Я здесь Каринфа Уже нет Колхида Снова Окупирована Кем-то Пустая Сцена Падает Холодный Свет И сколько Стоили Билеты В сегодняшний Театр Не знаю И будто бы Играю Саму себя Медея Автор Адиозин И говорят Прогнозы И говорят Журналы Что все идет По плану И нет Ни рая Даже ада В котором Встретимся Ясон Я здесь Элада Мой страшный сон Россия Сжайся Надо мною Мне кровь В глазах Мешает Говорить Но ты Такая же До крови Жестокая К себе И то Что ты Услышишь Не ты Сама Сошедшая С ума И мстительная Будто Не ты Ли Зажигаешь Утро Прозрачным Перламутром Рощ Своих Лесов И городов Но что На самом деле Униженный Народ Грязь Несчета И тирания Которая У нас В крови Война Коррупция Власть Придержащих Но вот С горящим Факелом В руке Свобода Поджигала Города В чем Здесь Причина Узнаем Ли Когда Начнется Новый Бунт Кровавый И бессмысленный В огне Поймете Почему Медея Сожгла Коринф Убила Брата Я Посетительница Ада Я навсегда Оставила Свой след Тысячелетняя Загадка Кто Разгадал Меня Причина Что Я Здесь Какая Коринфа Уже Нет Как Многих Государств Тому Свидетели Вы Сами И в Городе Что Упираясь Небесами В Коричневое Мясо Площадей Где полицейских Больше Чем Людей Читаю Монолог Эврипида Цитировать За сценой Прячется Несчастный Черт И не вини поэта Не себя Все было Будет И пройдет Поэт Поэт Стихи Бумага Свердловск Конец Апреля Московская 195 Деревья Приготовились Зарваться Зеленым Взрывом Но Чего-то Ждут И Облака Над Городом Ползут Бросая Тень На Серые Дома До мая Две недели И шестой Этаж Гостиница Бумага Карандаш Стихи Предательства Какие-то враги Бумага Карандаш Стихи Свердловск Как будто бы Мираж Стихи Бумага Карандаш Шестой Этаж И шум Дождя По телеку Крым Наш Реклама И глаза Вождя Деревья Приготовились Зарваться Но все Чего-то Ждут И на Часах Почти Пятнадцать Поэзия Как будто Эмиграция Из ниоткуда В никуда Стихи Над городом Ползут Стекая С белого Листа От утра К вечеру С трибуны На бумагу Я предпочту Отвагу Слов Пустому Препирательству С весной Где Карандаш Стихи Бумага Навек Останутся Со мной Письмо Женщине Полчетвертого Утра Я сижу С угла Стола Я пишу Вам это Зная Что порвет И не читая Но по-прежнему Пишу Я залил Страну Слезами Голубыми Небесами Видишь Снег Как серебро И зелеными Глазами Отражается Число Километры Дни Недели Рваные Черновики За окошком Песни Пели На столе Кричат Стихи На намоленную Вьюгу На пустырь Чистовика Казалось На минуту Жизнь Прекрасна И легка Самодержавная Страна Мы что-то Сочиняли Жили И начиная С Пушкина Нас убивали И любили Читатель Жертва И палач Имен Перечислять К чему И не услышать Жаркий плач Ни Богу Чёрту Никому Мы На Голгофе Ваших Книжек В раю Своих Аудиторий Нас Ваши Внуки Будут Слышать И сочинять Про нас История Что Власть Позорное Клеймо На лбу Тирана Нос Утиный Над еле Дышащей Страной Тень Малорослого Кретина Но Разве Было Не Всегда Поэтому Нам Дары Дан И снова Уезжают Поезда В холодный Город Магадан О чем Да возможно Все Гораздо Проще И Прав Здесь Не поэт А произвол Проспект Еще Один Проспект И площадь Александрийский Столб Свой Делает Укол В кривое И вместо Выстрелов Под дых Или Ножом В живот Я Молча Слушал Глупый Стих И песни Что Орали Между Нот Потом Я Попрощался Еле Сдерживая Злобу Я Нихуя Не Сделал А ведь Мог Их Уничтожить Одним Стихом Строкою Из Медеи Ну а что Стихи Они Мне Надоели Ежеминутный Звон В ушах Все Время Требующий Что-то Чего Понять Мне Никогда Ковдорский Тан Мне Сквозь Века На ухо Шепчет Что Эти Песни Не Исчезнут Что С того Когда Такая Пустота Вокруг И Ни Огонь И Ни Вода Распахнутая Дверь Четыре С Половиной Ночи И Прочее И Прочее И Прочее Это Мое Подполье Пряники И Пироги Солнце Проснулось И Колет Устье Известной Реки Светлым Лучом Восхода Криками Детворы Пишет Узоры Природа Не выходя Из игры Не выдавая Вздоха Слова Ответа Огня Что Хорошо Что Плохо Все Это Без Меня А Вы Запятые Правьте Нелепому Миражу Морали Порядок Оставьте Послушайте Я Расскажу Как Наши Друзья Умирали В косых Переулках Ночных Как Мы Косяки Ломали И Девку Одну На Двоих Все Это Происходило И Память Вращает Быстрее Садите Меня На Вилы Мне Это Куда Веселее Меня Утешает Рифма И Точно На Богомолье Я Не Нуждаюсь В смысле Сияет Мое Подполье Гамлет Письмо От Гильдестерна Я Ненавижу Этот Город И Оттого Его Люблю И Предпочтение Нулю Мое Не От Гордыни Но Жизнь Бессильная Раба В тисках Ученых Заключений Лишь Постоянная Борьба Хоть Что-то Может Изменить Пусть Корчится От Боли Суть Есть Много Смыслов И Значений Мы Их Поймем Когда Нибудь Ведь Если В этом Наше Назначение Тогда Все Остальное Мишура И Гра Теней Кошмарное Нелепое Видение Как Умножение Нолей Как Преступление Вот Суть Дурная Бесконечность Вот Что Нас Ждет В итоге Власть О Власть Народа Так Так Бесполезна Как Власть Их Палачей Какая Радость Быть Убитым За Свободу К тому же Всем Известно Что Мертвые Не Им Срама И Мертвые Все Равно В Глубинах Океана Их Под Землей Родною Тлеть Ведь Каждый Должен Умереть Принц Думает Что Обхитрил Нас Может Быть И нам До Лондона Доплыть Судьбою Суждено Вдвоем Давай Же Песенку Споем О Справедливости Войны О Волнах В море И Веревках Без Прекрас Без Одиночества В котором Глохнут Люди Читай Письмо Мой Славный Розен Кранц И путь Что будет Гамрит Их Убил Да А есть Еще Водичка Что-то Я Все Выпил А О Да А Еще Вопросы Вы Задавайте Вот Там Бумажки Я Могу Даже Бумажки Дать Вы Напишите Вопросы Если у Кого Какие Есть Я На Их Отвечу Ну Там В Перерыве У 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 Вместо Зимы Холод Моя Авторучка Застыла Меня Окружает Город Трава Которая Имела Глупые Свылезки Выглядит Лицемерным Вызовом Уже Подыхающей Зиме Машины Едут В сторону Центра Может Там Хоть Немного Теплее Птицы Что Вчера Надрывались Как Аполлоумев Все Как Одна Заткнулись Как Будто Их Просто Не Стало Весна Опять Наебала Этот Проклятый Город Моя Авторучка Застыла Меня Окружает Холод Но Мы Дождемся И весны Я думаю Я Варвар Я Коверкаю Слова Я Вор Краду Все Что Забыли Я Провокатор Дважды Два Не Обязательно Четыре Я Самозванец Дезертир Развратник Все Что Угодно Только Бы Не Ты Пусть На Меня На Цепь Отватник И Вместе С Прочими В Кресты Там Люди В Четырех Стенах Ломают Кошмарный Призрак Бытия И Улыбается Охранник Который Выстрелит В Меня За что Мне Дали Все Слова Возможность Говорить Что Не Хочу За Что Суровая Молва И Очередь К Жестокому Врачу За Что Мне Видеть Разрешили Что Недоступно Прочим Рифмоплетам За За Что Мне Легкое Пришили Отравленным Железом Кребрам Зачем Подучая Что Что Пляшет Придо Мною Кидает На Сырой Холодный Пол Зачем Зачем Завтра Планы Строю Так Героинщик Ждет Укол В Проклятой Клинике Хоть Знает Что Не Получит Свой Приход Во Что Со Мной Сейчас Играет Две Тысячи Шестнадцатый Год Фонтанка Упирается В Неву И Вместо Флагов На Домах Рекламы Октябрь Выкрасит Собой Листву В саду Что Слева Если Жена Права Увидишь Крейсер Что Уже Не Выстрелит Но Боже Мой Как Было Круто И Солнце Прячется За Крышами И Поворачивает Утро Я Из парадной Вышел И Пошел Туда Где Невозможно Оправдаться Я Толку В этом Не Нашел Я Повернул Обратно Отказаться Но Отказаться Отчего Стихи Мельчат Чтоб Соответствовать Тому Что Мелко Теряют В ритме В новизне Я Слышу Как Звенят Железные Тарелки Все Это Приведет К войне Железные Улики Это Месть Патриотического Транса А Соболям На шее Что За Честь Висеть В последнем Жутком Танце Так Посмотри На Жизнь В упор Ведь Проще Быть Убийцей Чем Поэтом На Заднем Плане Воют Хор И Ночь Кончается Всепобеждающим Рассветом Я Слышу То Что Невозможно Я Вижу Что Не Может Быть Февраль Москву Собою Крошит И Сыпет Розовую Сыпь Я Сжег Всю Прозу Из Медеи И Маг Бет Корчится В Пыли Зима Февраль Конец Недели Плывут По Небу Корабли Я Список Их Прочел До Середины Вокруг Святые Или Судьи Но Все Пройдет Как Проходило Придет Прохожий Все Забудет Я Бил Поклоны Неудачам Прекрасно Все Что Было Зря Над Ленинградом Небо Плачет И Разрывается Заря Но Памятник Мой Не Из Камья И Не Из Бронзы Что Отлита Страница Жизнь Переиграла Которая Для всех Открыта Море Волнуется Раз Это Много Не Говори Промолчи Уходи Это Преддверие Эпилога Море Волнуется Два Впереди Свет Фонарей И кривая Дорога Улица Ночь Две Скамейки Подъезд Лестница Дверь И все та же Марокко Прерванное Переменную Мест Два Косяка Разговор Про разлуку Поезд Билет Такси До вокзала Я отдаю Три стиха На поруку Ты пожалеешь О том Что сказала Ветер Сметет Эти Желтые Листья Все остальное Никто не узнает Рядом ли Далеко Ли Близко Ненависть Ненависть Кровью Карает От Душегубов До Комедиантов Два Три Шага Говори Свет Фонарей И кривая Дорога Море Волнуется Три Нас ожидают Тьма Пожары Морок Но бьют Часы В запястье Руки Смотри Как отражается Весь город В теаре Из большой реки А это значит Времени Не остановишь И что с того Что перепутаны Слова Когда Значение И смысл Это всего лишь Мираж И сон Кружится голова От приступа Предчувствия Рождения Того Что непонятно Даже мне Смотри Плывет Стихотворение По переулкам По Неве По перепуганным Глазам Проспекта По звездам По черновикам И пусть Меня Считают Кем-то Я буду верен Лишь Стихам Октябрь Погода Упрямая Дура Выстудила Совсем Температура Сердца Выше Чем Тридцать Семь Осень Течет Слюной Глаза Выражают Юг Темно-зеленой Волной Дергается Петербург Время Стреляет В упор Плюнь И ползи В зарю Сердце Играет Хардкор Судорогай Не люблю Видеть Такие Дали Разрывы Козых Дождей Горячую Слякоть Втоптали В диаметры Площадей Поэты Спасибо Поэты Я это уже видал Кулак пустоты Достал Очередной Поэт Несет Окаянный Бред Хочешь Стихи Послушай Из ящика Лезут В душу Слюнявыми Грязными Ртами И многоэтажки Достали До радуги Руки Дянут Но скоро Они застрянут В куске Ожидаемой Тучи Никто Ничему Не учит А только Имеет Власть Которую Могут Украсть Поэты Но эти Бухают Торчат А другие Икают От дорогой Жратвы Крутые Поэты Москвы Помоями Обливаясь Нам лезет В глаза Реальность Весна Начинается Поздно И прыгают В слякоть Звезды В промышленной Зоне Ревут Моторы Какие-то Режиссеры Реальности Отменили Вот дверь Для которой Не надо Ключей Форму И ход Вещей На пушкинских Весах Я взвешиваю Слово Ночь Солнце И луна Как будто Полвторого Но время Ширма Для поэта Через Какие-нибудь Три недели Лето Потом Инфляция Война Раскрасьте Это Красным Цветом Счастье Вот все Чего Хотите Вы Ягнята Свиньи Или львы Шакалы Волки Или гавые И левые И правые Потом Все было 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 И ухмыляется Могила Раскрыв Вонючий Черный Рот А может Все наоборот Спускаясь По темной Лестнице Подъезда Я Жду Страданий А несчастья И мне Совсем Неинтересны Мечты Которые Сбылись Пустая Человеческая Слизь Мне Тошно От людей Я Сам Себе Противен Тем Временем Начался Ливень И гром За тучей Стучал Как Федор Тютчев Обещал Я Вышел На проспект Я Оглянулся За перекрестком Влево Улица Светилась Ярким Тихим Светом Понятным Для поэта Я повернул Туда Прибавил Шаг Ведь я Увидел Этот знак Того Что Близится Развязка И Скоро Упадут Все маски Которые Скрывают Пустоту Беспрекословное Молчание И Неземную Красоту И Обещание Хорошие Стихи У меня Простите Следующий Медея Быть не Можется Может быть Мой новый Сборник Стихов А Скоро Кстати В декабре А Следующий Через Год Полтора Он Почти Наполуно Записан Поэму Просто Нет Вернее Она Есть Но Она Недостаточным Образом Оформлена А все Мои сборники Стихов Они Обычно Составляются Таким Образом Что Вначале Идет Основной Текст А потом И включаю Всегда Поэму Но Это Стало Нисколько Традиции Сколько Моим Поэтичным Стилем Я Не могу На этом Отказать Хотя В принципе У меня есть Поэма Самобор Вместо Музыки Который Я Очень Доволен И Возможно Она Туда И Войдет Время Покажет Совет Начинающим Стихоплетам А что Стихоплетам Советы Давать Они Справляются Я имею Не поэтов А стихоплетов Они По-моему Перевыполняют План Вообще Какие им Советы У них Пиар Прокачан В голове Нашим Питерским Промоутерам Нужно Учиться У графоманов И стихоплетов Потому что Вот они Это на самом деле Умершие Пиарщики Эти люди В пиаре Себя потеряли Поэтому Пусть они Занимаются Мне кажется Именно тем Докончаются Они Именно тем Они идут в пиар И придумывают Теги Так что Все нормально Каждому По заслугам В этом смысле Следующий вопрос Вопрос По хардкорам Угу Если бы Эс Сейчас позвала Ты бы откликнулся Видела ли ее сейчас Слушай Ну Эс Это на самом деле Объединенный персонаж Я это Никогда не любил Когда На литературном произведении Смотрены какую-то автобиографию Я понимаю Что Поэт Он конечно Транслирует все свои эмоции Всегда Но Именно в поэме Там на самом деле Герой неустойчивый Там во-первых Их два И кто из них Эс любит Вообще непоятно И потому что Непоятно То это такая Эс Потому что Она достаточно часто плавает Хотя да Я писал ее с двух девчонок Не с одной С двух Одну кстати Там С одной Вообще была Жестокая история Если тут не было Столько молодых людей Я бы ее рассказал Если бы я сейчас позвала Ты бы откликнулся Да конечно Подкликнулся Она была классная девчонка И то что там происходило Было ужасно По мне То что происходит Не хардкоре А отвратительно И ужасно Все что окружает Главного героя Этой поэмы Поэта Это все Вот этот внешний мир Со всем его Грязным Дискурсом Который давит на него И наш поэт Он сам в нем находится И он От него уйти не может Но вот Мое желание было Когда я это писал Дать почувствовать И себе в первую очередь И всем остальным Что вот за всей За этой внешней грязью Скрывается большой Поэтический порыв И мне кажется Что жизнь показала Что это так Потому что я когда читал Сегодня в гримерке Эту поэму Перечитываю еще раз Я такой думаю Блин я не могу ее читать Это я 20 лет назад И мне очень сложно Там очень много оборотов Арго Которые я сейчас не использую Но я подумал Что это будет справедливо И я не хочу отказываться Ни от каких своих стихов И А тем более от того меня Каким я был 20 лет назад Начинающим поэтом И это для меня Очень даже Лестно читать это Видел ли я сейчас Ну конечно нет Это было так давно Что и тем более В провинциальном городе Где я кого могу увидеть Ну и честно говоря Это же все-таки Выдуманный персонаж То что я конечно Писал с двух девчонок Это правда Но это процентов На 40 На 30 Они там А в принципе Не нужно требовать От литературы Стихи это конечно Не совсем литература Они поважнее Но не стоит требовать Литературы На документальности Это по меньшей мере Наивно Тем более в стихах Вот Хочу поделить Свою мысль Которая мне все время В глазах В голове В последнее время Как фамилия Жены Пушкина А почему не Пушкина Она ему трех детей родила Может быть Это смесь народа То есть народ Народ лексически Отомстил ей Это не было осознанно Но никогда Не называли ее Пушкиной Например Жену Толстого Почему никто не называет Софью Берс Называют Софью Николай Толстой Извляюсь за выражение Ну я Притолстого Ну вот В этом случае Мы имеем Гончарова Подумайте над этим Это месть народа И эта месть выражена Не месть А Это не месть Это заслуга Которую она получила И эта месть неосознанно Она в языке И подумайте над тем Насколько язык умнее нас самих И это конечно повод Для того чтобы Мне заявить Одно что поэт В принципе в этом мире Занимается Микатер с основными вещами Все остальное Это политика Вот эти все Литературные процессы Философия Это все настолько ниже Как бы для меня Может я мания величка Ну и для поэта Мне кажется другого Что это все Это может быть задействовано В твоем дискурсе Но это не может быть Никогда ключевым Ни порнография Ни социальный вопрос Ни Аполонистическая Ни дианистическая Любые Любые законы Которые в поэзии Начинают внедряться Особенно тотально Они уничтожают Эту саму поэзию Потому что поэзия Это конечно же В первую очередь Порыв твоего Во-первых Экзистенциального чувства А самое главное Экзистенциального чувства Это то, что Наш личностный А самое главное Что в случае С удачным раскладом Поэт может получить На выхлопе архетип И конечно Этот архетип Это вещь Которая работает всегда И уверяю вас Даже для самого поэта Когда он это пишет Это всегда является Неожиданностью Ну я говорю Не только за себя Потому что Биографией Многих поэтов занимался Ладно Это все уже далеко Леха Спасибо большое Я понял Да Сейчас закончим Будет ли продолжение Твое преподавание Нам лекция литературы Очень интересно Да, будет Просто сейчас у нас Мой альбом писали Времени нет Потом пойдем в тур Я думаю Что в следующем году Будут лекции По французским проклятым И по Александру Сергеевичу Пушкину И его кругу Потому что я считаю Я сегодня разговаривал С девчонкой С одной По-моему здесь И вот она мне такая пишет Что-то про Пушкина Там такой момент Потому что она такая пишет А что там твой Пушкин И я такой Че? Ну там конечно Не так было Она говорит Вот поэт Пушкин Там что-то Она говорит А что Пушкин поэт что-ли? Я говорю Че? Начинаю я это писать Так он же бог И вот вы знаете Это конечно Проявлеченное мнение Молодой девушки Но на самом деле В этом месте Продвинутый смысл Потому что все-таки К Пушкину тяжело подходить С поэтическими мерками Учитывая то Что он все равно был Он был в первую очередь поэт Но у него настолько Высокий уровень Что как бы Даже к зарифму Кровь и любовь Читается у него Как некоторые откровения Поэтому в этом смысле Пушкин действительно Является нашим Самым главным поэтом Что бы не говорили Футуристы Которых я очень люблю и уважаю Будет ли продолжение? Будет, будет Поэтому про Пушкину Я обязательно хочу прочитать Ну и конечно Про французских проглятых Которые были моими учекелями все Ну и кроме русских футуристов И у которых я учился писать И московских концептуалистов Вот Если не сложно Пожалуйста Стих Моя Россия сестерина Спасибо Да, я его прочитаю Моя Россия Сидит в тюрьме Не зарекаясь И три в уме держу Тюрьма С ума Про третье Сойду с ума Без предложения Заказов Без выражения Любви Я вызываю Одним разом Видения мои Они совсем Совсем иные В них нет Животных и людей В соседней клинике Больные Становится еще больней Мой слог Однообразен Знаю Но что мне За ум Или ум Ведь я не притворялся Что летаю Среди застывших Белых лун Не перечеркивал Развета Кровь сапогами Не отоптал Из черного Как ворон пистолета Я никого Не убивал Серцея Лучше б я остался И портером Залив всю стойку Потом Бил морду Местным Завсегдатаем Ты б их Сама Всех Превратила В свиней Я Одиссей Туда им И дорога Аякс уже Сошел С ума Все остальные Разбежались Кто здесь убит Кого убьют Пока он думает Что его слова Дорога к дому В то время Как его поступки Пупть хариде И таку я уже забыл Но пенелопу Еще помню Так ум Работает за не Мне стал По стылу Титул Доспехи Ахиллеса Победителя Победителя В войне Чего с них толку Горящий Троевит Мне Удовольствия Не доставляет А денег И добычи Почти что Не осталось Все ушло На дно Куда плыву Не знаю Скорее К смерти Впрочем Каждый Не так же Леплывет Барахтаясь И мысли Отгоняя От неизбежного Конца И если так К чему терзания Шум волн Соленый вкус воды Когда отрезок расстояния Делясь на тысячи других Приводится к тому же Что не делай И значит надо просто успокоиться Расслабить руки И кровавым пузырем Пойти на дно Воид спуститься Но я там был уже Я предпочту бороться Толкать ногами воду И руками разгребать На злобогам И небосводу Я буду плыть домой Домой Моря наполнив Своей кровью Хоть я и таку Позабыл Но пенелопу И еще помню Я отвечу на вопросы И начну читать свою поэму Хардкор Которую я написал Восемнадцать лет назад Хармс Пишущий тексты для детей В журналах Чиш и Ёж Является ли он футуристом? Да Вы меня конечно поймали Но с другой стороны Все Поэтические принципы Которые он там использует В этих стихах Они вполне могут быть названы Развитием футуризма Развитием футуризма Думаю Даня Меня может перебить Если это не так Все правильно Дети наше будущее Значит он футурист Ну это как всегда Спасибо, Данил Ты мне очень помог Да нет Это было смешно Просто не все поняли Сложная шутка Леха Представь Что ты Тебя Ничего себе Леха Представь Что тебя Депортировали Почему не расстреляли Странная хуйня Депортировать меня Это черный пиар На крови Так называется Наша песня Но Меня депортировать Это по-моему Просто Себе геморрой Обрести на полжизни Ладно Я имею ввиду Русскую литературу Как ты будешь творить Слушайте Я думал Несколько раз Вопрос Я не хочу Вообще Даже представлять Наверное Если даже Это случится Будут делать Действие по обстоятельствам Но вы сказали только одно Я этого Не хотел Не хочу И никогда Не буду хотеть Если даже Мне там Сами знаете Этих деляг Если даже Где-то заявление После этого Одного Не будет делаться Это я мечтаю Но это все неправда Я вот сейчас Прямо говорю На камеру Если она есть Я никогда Отсюда не хотел Не хочу И не захочу уехать Потому что Россия Моя страна Со всеми недостатками И она мне дала Все Чем я являюсь То что сейчас Происходит с политическим строем Это конечно ужасно Это наш позор Но Россия Не исчерпывается Политическим строем Почитайте наших поэтов Поэтому Чего вместе Пусть сидятся они Вот так Почему ПТВП Не было на постфесте Ну мне кажется Мы там два раза Уже играли И как бы Было бы не очень скромно Если бы мы Все разы там играли Все-таки это фестиваль Групп психе И как бы В этот раз Они нас не пригласили Возможно пригласят В другой раз Если договорятся С нашим менеджером Который отличный парень И очень как бы Ждет разговора с ними С организаторами Этого фестиваля Спасибо Спасибо вам Леха Какую Какую соль Сейчас нюхаешь Это этот экспедиционист Пришел Который в тот раз Помните Анонизировал Уведите его Пока он не устроил Здесь Экспедиционистский акт Ладно А нет Леха Какую роль Сейчас в твоем творчестве Играет твоя мама Ух Ничего себе А вы знаете Мама в моем творчестве Никакой роли не играла Она никогда не лезла В мои дела А как я с ней Я когда Только могу В стихах Любовь к ней выражать Ну и в жизни Конечно А все остальное В творчестве Косвенно Да Она научила меня читать Бабушка научила меня читать А с мамой Я прочел свою первую книгу Сборник сказок Джани Радари Сам И у меня много воспоминаний Связанных с моей мамой А от этих воспоминаний И творчество строится Как говорил Пруст Как бы Творчество Это воплощенное воспоминание В процессе В детерминистическом процессе Читаешь ли ты Свои новые стихи По публикации Вот сегодня я прочитал Три новых стиха Которые нигде не были Еще опубликованы Даже может быть Больше или пять А может быть А не Ну кстати Я вот сейчас читал Они все не опубликованы Если только в интернете Ну так я Человек немножко старее Школы Я считаю Что в публикации Сборника стихов Это тогда Когда она вышла В виде книги Все-таки в интернете Я выкладываю Для меня это все-таки Немного Ну это устаревшее мнение Мне кажется Читают меньше Чем в книге Но это конечно бред Потому что с книжек Ты читаешь Сейчас по-моему Гораздо меньше Вреди Чем с интернета Ну вот такой я Самшелый Ретроград Так Если посчитаешь Уместным сегодня Прочитай стихотворение Посвященное ей Спасибо Я с удовольствием Это сделаю Немножко тяжело Мама не переживай Со мной все нормально будет Во спиной пересуды Вранье Мам Это нормальные люди Мам Я бросил курить Но умнее конечно не стал А наш город Такой гранит Что когда-то меня достал Держит в лапах Квартиру на Ленина Молоко И предел Как смотреть на поэмы Закрывшийся край Мам я думаю о тебе Каждый день Мам не надо Не переживай Она хотела этого сама В глухом подвале Ухали колонки Кто знает Сколько выпила вина И сколько водки В мобильник В мобильник плакала Кричала Всем окружающим угрозы Что ничего не означало И долго-долго Ком и камнем Таким же образом спускаясь Не волен выбирать Толкая дно реки Варвара Варвара Вы здесь ни при чем Все это Жизни вечный рок Где было счастье Оказалось горе Таков неутешительный итог Но это ночь Где по колено моря Бухай И нюхай со стола Забудь про прошлое Навеки Жизнь Не кино И не игра Любовь Не вздохе На скамейке Ну и теперь про любовь Я вас немножко задержу сегодня Потому что это длинная поэма Отлично Нужно Давайте вопрос Да Я тебя понимаю Да Уповала ли я тогда на что-то Сейчас на музыку Ты понимаешь Как говоришь А мы сейчас посмотрим В нехардкоре на самом деле Вот это первое произведение Мне кажется Это можно увидеть А я не явно Это буду говорить Но по-моему Тогда наверное Для меня это скорее было Чем-то за то Что я должен был удержаться В этом хаосе жизненном И за что мне схватиться надо было В этой Вот в этом В чем я тогда находился Какая-то болотная тина обывательская И когда я за это захватился Да Оно мне Вот Я это так воспринимал Я не воспринимал Я воспринимал Более верный выбор Я проблевался Более верный выбор Англо-более верный выбор Англо-русский словарь Закресту русский язык После часа сидения в темноте Включенный на секунду свет Подключение к вечности Нирвана на халяву Мать его Тысячу раз я представлял себе Наше расставание навсегда Красный от слез глаза Полупустая электричка Сворачивающаяся в плюс бесконечность Густая как клюквенный кисель Нет, нет Я не могу без тебя На самом-то деле Пойми, пойми Я не могу без нее Послушай, ты что говоришь Она же старше тебя лет на сто Да я ее Не смей так говорить о ней Ты же не знаешь ничего Ничего Я знаю, что люблю тебя Не бросай меня так Ну а как? Как мне тебя бросить? Что ты говоришь? Ну хочешь встречайся с ней? Трахайся с ней Делай, что хочешь Только не бросай меня Не бросай Мы могли бы все распланировать Что? Скажи, по выходным Ты ночуешь у нее По будням Ты окончательно спятил Пойми, я тебя разлюбила По будням я бы приходил Только на час, на два Мы бы делали уроки Помнишь, как раньше? Перестань, пожалуйста Перестань Что кончено? Все кончено Не вешай трубку О! Вроде приходит в себя Мент брезгливо Откнул меня дубинкой Вставай, придурок Че Колян Обращается он к напарнику Надо его в отделение Да пошел он в жопу Тот Похожий на Дастина Хоффмана Сплевывает и лезет В ободранный уазик Ты посмотри, что он с телефоном-то сделал Козел Это был творческий акт Че? Я тебе сейчас дам творческий акт Мать твою Да брось ты его Нас Михалыч ждет Поехали Дастин Хоффман стал моим любимым актером Через полчаса сижу у Эс Роберт Смит плачет кровавыми цветами Сделай потише Она заходит в комнату с бутылкой портвейной Мне нужно другое лекарство Есть пиво? Смешиваю вино с портером И пиво большими глотками Ну че ты так расстраиваешь? Ты знаешь, что сейчас есть? Смотри Она достает из кармана маленькие бумажные пакеты Кофе? Причем такой Прушный На сколько брала? 20 баксов Че-то более дороговато Где? Комиссар продает Правда, говорит, осталось мало Блядь, он допродается В городе-то облава Так вот потому так дорого Все, по-моему, так же пока за 20 лет Аккуратно высыпает в кружку половину пакетика И доливает кипятком Пей Обжигающая с привкусом жженого сахара горечь Вставляет причем сразу Да, неплохо Пойдем в флэш Там сегодня азис А че это за группа? Да какие-то хиппи из Зеленогорска Так я их слышал У них еще два брата играют Геллухов, Дима и, блядь, как второго зовут? Ну че, идем? Тогда я одеваюсь Медленно стягивает халат Красный в синюю полоску шторы Тебе что-нибудь не нравится? Она ударила на слово Я всегда сомневался в реальности собственного существования Единственное, что его доказывала Реакция других людей Положительная или отрицательная Плевать Чем больше количество, тем надежнее доказательство Именно поэтому Леха, мне что надеть? Джинс или юбочку? Юбочку Именно поэтому я, например Ну как, круто! Нет, ну ты хоть посмотри Темно-зеленый махеровый свитер Коричневая короткая юбка из замши Черные колготки Прическа с двумя торчащими в разные стороны хвостами Перетянутыми коричневой с белой полоской резинками Встань-ка ты в угол, голая, и заткнись Но мы идем Конечно, давай только кофе еще выпьем А ты передоснуться, не боишься? Пиво, вино, еще эта наркота Нормально Старая, плачущая водой, блевотиной По капитальному ремонту Помещение флэш Всегда вызывало у меня чувство неловкости Че я здесь делаю? В перемешку с каким-то мазахистским удовольствием Причастности к этой рок-н-ролльной грязи Развешенные по стенам плакаты Панк-звезд 70-х Стули со сломанными ножками Целая орава подростков Налакавшихся всякой дряни Ну, они там внизу Что-то больно радикально прет Да уж, комиссар хуйни не продаст Качество С была права Так, а где С? Привет, Леха! Ты че, опять кофе накачался? Да ладно? Ты послушай Я вот тут сейчас стих пишу Ну, там, про любовь Ну, это не важно Так вот, про что я говорил? Неважно Поправляет волосы, прикурит косяк А, ну да В этом рассказе все будет наоборот, понимаешь? Да что наоборот-то? Например В нем запрещенный наркотик Не кофе А скажем, марихуана Фыркает и делал глубокую затяжку из джойнта На, покури А так воняет окровавые тампусы Группа из Выборга А при чем? И че, их по МТВ каждый день показывают? Да не показывают их по МТВ У них там наоборот все Шиворот на выворот Поэтому не супергруппа из Парижа А просто типа ПТВ Пуля Ну и так далее И че в этом прикольного? Не мигая, смотрят в глаза Она здесь? У меня сердце застыло Дурак, она уже разбита Хорошо То, что от него осталось Весь облом заключался в том, что я сам ее познакомил с этой дурой Леха, это твоя девушка Я тоже ее хочу Следующая песня Don't look back an angel В жопу пьяный Гелухов Закрыв глаза, воет в микрофон Продираясь сквозь толпу уторченных ПТУшников Леха, почитай стихи Идите в жопу И вот она эта, блядь, Эл Надо поговорить Что? Поговорить Ну пойдем Берет меня за руку и тащит в туалет Здесь воняет Ну и что, зато тихо Ну-ка, Леха, давай Утренний щебец птиц Явно раздражал Франсуазу От каждого слова прислуги Она вздрагивала По направлению к Гумбертом Я ее люблю Я тоже люблю Замечаю, что у нее дрожат руки Нарочно, медленно достаю сигарету из пачки Прикуриваю И со всего размаха бью эту проститутку по лицу Она охает И, закрываясь руками, начинает плакать Бросаю сигарету в расколотый унитаз И хлопаю дверью Цес нехорошо Передозняк В бессмысленном взглядом сидит на коленях У какого-то чувака с эрогезом Он шарит рукой мне под свитером Че-то шепчет в ухо Ну-ну Двести грамм портвейна И бутылку портера Барменша с больным похотливым взглядом И кайта лезет под стойку Значит, в каждом отрицательном явлении Всегда есть положительный процент И это, блядь, повод для оптимизма Сказал он И уткнувшись лицом в стойку бара Начал блевать Потом его долго пиздили Здоровые парни в кожаных куртках В колонках Нилтон Йорк Зато у них хороший гитарист Подумала я И окончательно решила уволиться Из этого ёбаного заведения Меня заебали все! 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 С возрастом начинаешь врубаться в людей Че? Прилипший к табурету Какой-то чел Поднимает на меня глаза Мутные от кофе и алкоголя Так это санитар! Он работал в транспортной бригаде Местной больницы Таскает труп и прочую дрянь Ампутированные части тела Грязное белье Кастрюли с кашей Около года назад Упросил меня устроиться к ним в бригаду В первый же день Став свидетелем того Как он со своим напарником С идиотским смехом Лупит друг друга ногами по голове Не своими? Нет! Не своими! Отрезанными Завернутыми в бинты и полиэтилен Уже никому Не принадлежащими ногами Обе левые Их потом сжигают в аду Я сразу уволился Сорок минут Лишний рекорд Пребывания на работе С возрастом начинаешь уважать людей Мать его А этот-то ты к чему? От него воняет йодом И дешевыми сигаретами Несмотря на терзающую Меня ревность Я отношусь к ней с уважением Ты терзающую К лесбиянке этой Давай ее трахнем нахрен Ага, в морге Ну, почему в морге? Можно и не в морге А при чем здесь Морг? Он с подозрением Разглядывали содержимое бутылки Да, так Нет, ты скажи Ишь в морге Залпом выпивает свою бурду Смесь кофе и водки Так называемый Диснейленд Я в морге вообще сплю Круто Да, сплю А вот ты спал в морге Хуй И они Они тоже Не спали в морге А я спал И сплю И буду спать Буду спать в морге Ну, нихуя А ты знаешь Почему? Почему я Могу спать в морге А вы нет Вы боитесь Ну, и круто Да Боитесь спать в морге Боитесь смерти И трупаков Я Трупакам Кручу сливы Беру его нахрен за нос И Кручу ему сливу И щелбан Тресь по лбу Еще Тресь по лбу Круто Еще Тресь по лбу Я смерти не боюсь Смерть Это пауза А трупак Использованный Скафандр Да Я Беру его пальцами за нос И Кручу сливу Кручу 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 К нам подходит Какой-то здоровый мужик Слушай Нормальное название Для рассказа Шеворот На выворот Специально делаю Идиотское лицо Ты че Его ударил Еще Привозят рыбаков Ты не лезь в это Пожалуйста Она выбыла Их Их Тиандров Мать его Они Зимой Тонут А весной Их вылавливают И к нам Как это не лезь Я тебе сейчас пизды И им Сливу Не закрутишь Они 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 распухают. И носы у них лопаются, как мыльные пузыри. Если нормально крутануть, ты не знаешь, о чем говоришь. Она сама попросила. Так и сказала. Дай как следует, Леха. Оно правильно так и было. Я слышал, тебе мой хардкор не понравился? Мастурбация развивает абстрактное мышление. Венок сонетов. Никого он не убивал. Кофе передознулся, вот и все. Так что пусть подотрется своей книжкой. Она бахтена, я вообще срал. Дрочил у нее в парадной. А потом еще и ныл под дверью. Я не Трусоцкий, я маркиз Десак. Это не исповедь Ставрогина или порнуха. Вот дерьмо. Так будешь ты кончать или нет? Если только слезами. Девчонка, для которой сколотил. Лихо и неумело эту сомнительную реальность раздвинуло ноги. То, что я не мог кончить такое долгое время, объясняется чувством годливости и отвращения. Появившимся сразу после последней судороги твоего еще детского тела. И дева даже Нивелл, снисходительно гладившей твоей груди, с видом экзаменатора, гордящегося успехами наглого вундеркинда, еще ребенок, а лебница наизусть. Какая она в жопу соучастник. Статистка. Пока я искал под кроватью брюки или трясущимися руками, разворачивал пакетик с остатками кофе, глотал омерзительно пахнущую теплую жидкость, прикуривал сигарету, хлопал входной дверью, ловил такси, жег детей в Освенциме и Треблинке, теряя сознание, хватался за воздух чужими непослушными руками, уговаривал шофера, да флеши двадцатку! Или вспоминал таращить в размазанной переулке, куда я еду, отменял реальность времени, хватал санитара за ласканый пиджака, пытаясь сохранить равновесие. Леха, это же просто скафандр! Максимальный срок эксплуатации не более ста лет, хотя основное количество не выдерживает и половины срока. С удовольствием закончил он, засовывая указательный палец в рот мертвой старушки, уютно расположившейся на разделочном столе, взрывал дома в Москве и Волгодовске, залпом выпивал бутылку портера, разменяв прокол коньяка на водочный ожог, щипал за ногу знакомую шлюху, или выворачивал карманы в поисках записной книжки, вешал Серегу Есенина, доказывал возможность существования, или получал писты на сыро, еле освещенной улице. Идите нахуй! Вытирал кровь с лица, воображая себя панк-звездой, или лама, или лама совохвани, или мучился ненавистной рифмой, блевал в объятия утренней зари, ошалев от бессонницы и наркотиков, все равно представлял тебя, визжащую под кривым кухонным ножом, не надо, Лешенька, нет, и завидовал своему неусуществующему горю. Утро задребезжало в форточке, приезжая рымищими фурами. А где Ес? На кухне вторики из кофе выцеживают, потом она все в том же хихикающем халате, нальет нам слабый кофе с цветом горячей воды. Слушай, я ничего не помню. Я из флэша уходил, а я, а это чузакент, парень в трусах, который я вдруг увидел напротив, начинает хихикать вместе с своим ебанутым хаватом. У него короткий цветок коровьего говна волосы, широко расставленные глаза и татуировка, свинья с бензопилой на плече. Знакомьтесь, Леха, это Алексей. О, я сейчас между вами встану, желание загадаю. Он, кстати, тоже поэт. Так я поэтов ненавижу. Я тоже. Он продолжает хихикать. Я этих, блядь, альбатросов. Так я тебе говорю, провинциальные поэты, это вообще мразь. Да ладно, Рэмбо тоже из провинции. И Пагрийский. Все равно мразь. Вот я только, Леха. Это тебя. Она указывает пальцем на меня. Привет. Это я. А это я. Слышь, знаешь, где взять? Подходи сюда, сходим. Здесь недалеко. Я аккуратно кладу телефонную трубку. У тебя есть палуб. Почему мы это дерьмо должны слушать? Скакивает со стула этот придурок. Давайте лучше Дэд Кеннедис. Это. И он вытаскивает из трусов кассету, колоду порнографических карт, плюшевого медведя, две милицейские кокарды, потрепанное кармане издания Элюара, кальян для курения гашиша, обгрызенный искусственный член, кукла с оторванной ногой, разноцветный стеклянный шарик с пузырьками воздуха внутри, старый номер эротического журнала, гритписовский значок, набор струн для электрогитары, строгий ошейник, тюбель геля, самодельную датуровальную машинку, маркер, размером чуть меньше искусственного хуя, губную помаду, размером чуть меньше маркера, упаковку китайской вермишели быстрого приготовления, телефонный справочник, весь выбор за 2000-й год, льготный проездной билет, пачку Беломор, Беломор канал, ребята, может, хватит? С выдергивает мегатофольный шнур из розетки, у меня есть двадцатка, пошли к комиссару, я не пойду, придурок прыгает на диван и поворачивается лицом к стене, и вообще, харкор твой полное говно, комиссар долго не открывает дверь, на те, сует белый пакетик, совсем, блядь, охуели в такое время, пять утра, подяжем треть горячей водой и выбиваем залпом, и тут она начинает затирать. Иногда, иногда, я чувствую себя куклой, смотрю, и кажется мне, что оказалось себе случайно, ага, бля, манада летела сквозь безбрежный спейс, потом трезий ты такая по сторонам, блядь, зыришь, и сейчас выскочу из себя и снова стану тем, чем ты была. И кем же ты была? Да тем же, чем и сейчас являешься. Дай зажигалку, камешками, блядь, на берегу залива. Че, пойдем? Кофе действительно конкретный, сигаретный дым кажется настолько плотным, что выдыхаю, удивляюсь. Почему он не падает на землю? Все с тобой ясно. Так скрипит пенопласт, спешащие на каторгу люди на фоне низкого, сливающегося с асфальтом неба, ловят волю хаоса. Я, необразованный придурок и поэт, с подругой, начинающей шлюхой и законченной наркоманкой, свои 18 лет отменяю реальность на нас. Оглядываются, 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 А ты знаешь, что она с ним трахалась? С Лехой! Есть разница между блядством и проституцией. Сейчас я вам объясню. С одной стороны, героизм блядства Конечно же очевиден и оправдан, и как дианисическое начало, и как бунт в пограничной ситуации. И скажем, если бы твоя девушка еблась со всеми просто так или из-за бабок, неужели бы ты выбрал второе? Кто тут выбрал второе? А кто первое? Я бы вырубил второе. О, так ты сотенер. Я бы вырубил, а не вырубил. А, ты бы вырубил второе. Это что в том... А, извиняюсь, ты опять про сленг. Да, я про... Понимаю тебя, понимаю. Проституция между нами, она не тянет на социальное явление. Не, старается тянуть, но и дотягивается до него. А знаете, потому что сосут на коленях. Бля, слышал новый альбом, о, тело. А ведь он сказал, что ты бездарь и неудачник. Моя война никогда не кончится. Ты все врешь, сука. Придумала мне Хайдар. На мгновение увидь меня, барахтающегося в словесной грязи, с остатками кофе и красно-белого сна. В карманах он подобрал преступление в районе вокзала. Пялищегося в зеркало. Красные глаза, зеленый рукомойник. В углу комнаты, прижав коленек, подбородку сидит О. С. Снимает черное пальто. В нем ты похожа на Сюксензе Беншис. Прыгает на одной ноге, словно и в ухо попала вода. Я хочу писать, шипит она напоследок. Край разваливающейся империи. Начало двадцать первого века. Плевать в зеркало, а переточный стиль. Шаг восьмой. Солнце фото вспышка отпрыгивает от форточки. Чернила, жидкая свобода. Оргазм, метафора смерти. Буду стрелять в сырых подвалах. Леха, мне внутренний мир важнее внешних раздражителей. Кровь внутри прыгает, живая вытечет, свернется. Майя! Начинаешь тратить усилие на объективизацию реальности. Откозыряла она неправильной гласной. Пассионарность превратится в жалкую и нездоровую. Инфантильность. Так свертывается кровь. Еще недавно дергаешься внутри. Утром зарезаны рифмы. На уроке ОБЖ после примерки противогазов похотливый доктор пропел, что во время месяца не сворачивается. Его постоянно что-то ищущее в кармане брюк-руку в конце концов отпилила бдительная, стандартно климаксирующая директриса. Между комментарием и стихом, между подстрочником и песней я нашел в себе стих. Ненависть и любовь, страх и трепет. Два куплета, два припева. О, хардкор! Два протопа, два прихлопа. Грязная книжка с чистой страницей. Между чечелиной и крученых. Я сижу на кровати. У тебя зеркала в слизи. Голый Джарвис Кокер из группы Пауп выходит из кухни и исчезает в туалете. За ним я вижу Джона Леннона, Луи Фердинандо Селина и Михайловича. Что это такое? Выходит, этот совсем сильный, чем тот. Тот был, а этот еще круче, сильнее, чем этот. И все, жопу съедешь с катушек надолго. Не-не-не, это точно бразильский кофе. Настоящий. И цикория моего в гетто не бодяжили. Ее, немного вылезающий наружу, вывернутый в изнанку клитор, даже через нейлоновые колготки обжег мои пальцы. В уже подохшем тысячелетии продавала кофе в школах и студенческих общагах, отдаваясь любой свинье за пару ложек этого горького, темно-коричневого порошка вязко-мерзко-изменяющая ебля с драг-дилером, владельцем джипа, владельцем девятки, дилером, репетитором по физике, случайно зашедшим соседом, продавцом из магазина электротовара, поэтом с репутацией клоуна, гитаристом группы так воняют окровавленные тампаксы, недавней знакомой с палатками порно-звезды. Я восхищался твоей открытостью и похотливым блеском влажных зеленых глаз. Твои ресницы еле выдерживали центнеры черной туши. Она потечет по щекам, смешается со спермой слезами, потом ее проглотит память. В углу сидела, конечно же, не она, это была ее младшая сестра, та самая С. Пятнадцать со всеми вытекающими, только недавно начавшимися месячными узкими бедрами и улыбкой Лифф Тейлор. А? Проснулась? А ты? А я, судя по всему, никуда не выходил из квартиры. А я целка, 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 показала язык смышленая малышка. Я ущипнул ее за только вчера выросшую грудь и, врезавшись в телевизор плечом, закрыл собой последнюю страницу. Осталась просто чепуха, меня за ней почти что нет. Мечту зашифровал поэт обрывком этого стиха и не кончается строка. Спасибо, Питер! АПЛОДИСМЕНТЫ О, спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ничего вроде ничего, не вкусно было? А по времени получается? 1 час 40? 1 час 40, как я хотел. Получилось вроде. Получилось. Я больше всего переживал за хардкор, потому что, бля, я писал 20 лет назад, я сейчас кудом и все, почитаю такой, о-о-о. Я вообще такого в жизни не написал, но я потом понял, что я вот такой был, и это хорошо тоже, потому что мне тропило сказал, что самая лучшая стихия по этому ранее. И я так. То есть я бы сейчас так не написал, и очень грязный, бля. Спасибо.